Прежде чем исполнить следующий композит, хочу позвать ребят. Ребята, пожалуйста, сделайте что-нибудь, мониторю вообще. Саламалейку. Но это нормально, потому что я слишком много прыгаю, много двигаюсь, поэтому... Здравствуйте, дорогие! Хочу еще сделать короткое видео по поводу некоторых комментариев, обсуждений, что говорили мне, дорогие, по поводу того, как была сделана акустическая часть шоу Димаша Кадубергена. Да, были некоторые проблемы с мониторами, мы это видим, он в самом начале об этом говорит. И песня его, The Story of Ice Sky, которую он импровизировал, видно это всем, что была импровизация, она была задумана. И тем не менее, мы видим уже в конце, как Димаш снимает эти мониторы, как он ими буквально трясет. Ему пришлось завершить быстро эту композицию, потому что что-то опять-таки не ладилось с акустической системой. Не много, но было. Друзья мои, ну это живое выступление. Такие вещи бывают везде и всегда. Тем более, наверное, этот стадион не видел столь огромных шоу. Поэтому здесь только одно мы видим. Высочайший профессионализм Димаша. И никогда не бывает за него стыдно. Да, мы всегда беспокоимся, лишь бы что-то не случилось на сцене, еще какие-то казусы. Ну как он профессионально выходит из всех ситуаций. Когда забывает текст, бывает это тоже возможно. Живые выступления, друзья, это просто подтверждение того, что только именно настоящее искусство дает нам Димаша, а не просто записи. Хотя иногда записи тоже оправданы. Не во всех помещениях можно петь. Это другой вопрос. Вот. Когда не работают мониторы, когда я начинаю что-то поправлять, он все обращает в шутку. Это так мило. Это часть его буквально программы. Это всегда вызывает больше эмоций у нас положительных и никогда отрицательных. Еще раз хочу сказать, какой высокий профессионал наш любимый артист. Что касается трибун, вот мне пишут тоже комментарии, что вот когда девушка поднимается петь вместе с Димашем с армянским флагом, насколько я поняла, то видны, когда освещение не в дымке, что трибуны пустые. Хочу сказать, друзья мои, трибуны были, места свободные. Ну, конечно, не с таком количеством, как мы здесь видим. Это, во-первых, самые боковые трибуны. Это раз. А во-вторых, друзья, на этом шоу, на этом концерте изумительном была самая добрая и самая уважительная охрана, которая бывала на концертах Димаша. Они позволяли дорогим подходить, брать автографы, дарить цветы. Дорогие с этих мест, с дальних и крайних, все спустились вниз. Мы видим, что вокруг сцены очень много народу. Даже там, где нет фан-зон, супер-фан-зон, где стоячие места. А с этой стороны люди окружают Димаша, когда он выходит в зал в конце, опять-таки, босиком, в носках, уже по традиции, как я сказала, пилигрим, чистый пилигрим. И народ весь сверху, с верхних рядов, конечно, скучивается внизу. И это понятно, друзья. Поэтому хотела сказать об этих вещах. Хотела сказать, что знаю, что Димаш любую ситуацию примет достойно. И никогда не сделает что-либо, что испортит его программу в шоу. Он использует все моменты для того, чтобы сделать свои выступления еще более красочными, живыми, естественными, более теплыми. Исплачивает нас всех вокруг себя именно вот этой стороной своего характера, что мы никогда не ждем от него подвоха. Мы всегда в нем уверены, хотя, конечно, переживаем за него, всегда переживаем. Уж такова наша натура Дерс. Теперь мы будем ждать концерта в Анталии. Я там буду, постараюсь, если Бог даст. Димаш приехал ночью. Я думала, что он приедет в число 4-го, 3-го и надеялась его встретить. Но вдруг первого у него уже будет еще репетиция с рэпером турецким. Поэтому, наверное, он приезжает раньше. И в 4 утра, конечно, очень спонтанно, дорогие собрались. Их было немного. И тем не менее, кто-то его все равно встречал. И пусть он немного отдохнет. Потому что такие частые перелеты, такие интенсивные концерты, встречи. Ждем, кстати, фан-встречу, которую обещали выложить на канале Ютуба. И поэтому не разрешали снимать. Чуть-чуть, чуть-чуть, дорогие дали нам информацию. Димаш уже там был, конечно, уставший. Очень был длинный, сложный концерт. Он его обогатил еще многими песнями. Все больше и больше. Даже делается страшно, друзья. Ведь это живой голос. Поэтому, когда мы поем сами, когда мы ведем разговоры, вот эти дискуссии радостные во время концерта, это дает немножко отдохнуть Димашу. Там пишут люди, как это он, который его не знает, пьет на сцене воду. Друзья мои, вы не понимаете, что говорите. Именно на сцене живет Димаш. Именно на сцене он дома. И он, когда поет вживую, просто должен делать глотки воды. И это живая вода. И мы с умилением, и с радостью, с любовью смотрим на это. И это обогащает наше естественное общение. Только обогащает. Ни в коем случае не обедняет. Друзья, до скорых встреч в Анталии. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Димаш